Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть ли восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. 3. Прежде чем приступить к созданию рекавери-раздела, необходимо убедиться в наличии достаточного объема свободного места на жестком диске. Максимально освободите работающую операционную систему от ненужной информации, так как она будет также внесена в образ системы, а соответственно утяжелить раздел восстановления. 4. Удалите ненужные программы. 5. Перенесите документы, музыку или фильмы из папки «Мои документы» на другой локальный или внешний диск. 6. Приведите систему в то состояние, в котором вы хотите ее в дальнейшем восстанавливать. 7. Теперь перейдем непосредственно к созданию раздела восстановления. 7. Проверяем свойства системного диска C. 8. И смотрим сколько места на диске занимает наша система. В моем случае это порядка 16-17 гигабайт. У вас может быть как больше, так и меньше. Все зависит от системы, установленных в ней программ и объема личных данных пользователя. 8. Дальше переходим в «Управление дисками». В Windows 8 или 10 для этого кликните правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Управление дисками». 9. В Windows 7 перейдите в панель «Управление», «Администрирование», «Управление компьютером», «Управление дисками». 10. Перед нами все диски компьютера. 10. Для создания рекавери-раздела необходимо сжать один из дисков. У меня достаточно места на диске D. 10. Кликаю на нем правой кнопкой мыши и выбираю «Сжать том». 10. Система автоматически определила, на сколько максимально его можно сжать. Но это для меня много. Моя система занимает около 17 гигабайт. Поэтому сожму немного с запасом на 18 гигабайт. Для этого прописываю в поле «Размер сжимаемого пространства» 18000 мегабайт. 11. Сжать. Как видим, на диске освободилось нужное пространство, которое отображено как нераспределённая область. 12. Кликаю на ней правой кнопкой мыши и выбираю «Создать простой том». 13. В мастер ничего не меняю, просто нажимаю «Далее». 14. Создан новый том или локальный диск. 15. Я его сразу переименую в рекавери. 16. В управлении дисками пока всё. 16. После этого переходим в панель управления, резервное копирование и восстановление, создание образа системы. 17. И для создания образа системы выбираю только что созданный диск рекавери. 18. Далее. 19. Система автоматически выбрала для архивации все системные разделы. 20. Далее. 21. Архивировать. 21. Ждём окончания архивации и создания образа системы. 22. Таким образом мы создадим образ восстановления данной системы. 23. Это может занять какое-то время. 24. Всё зависит от мощности вашего ПК. 25. Дождитесь окончания процесса. Образ создан. 26. Создавать диск я не буду. 26. Нет. 27. Закрыть. 28. Переходим в этот компьютер и открываем наш локальный диск рекавери. 29. Как видим, здесь появилась папка Windows Image Backup. Это и есть образ восстановления нашей системы. Возвращаемся в управление дисками. 30. Кликаем правой кнопкой мыши на рекавери разделе. 31. Изменить букву диска. 32. Удалить. 31. Таким образом мы сделаем наш рекавери раздел скрытым. 32. Чтобы убедиться, переходим в этот ПК и видим, что он там не отображается. 33. Всё, скрытый раздел восстановления системы создан. По сути, это такой же скрытый раздел восстановления системы к заводским настройкам, как тот, который создают производители ноутбуков. Ведь вы также можете создавать образ системы для такого раздела, с любыми нужными установленными программами, настройками и приложениями, и восстанавливать его в любой нужный момент. Чтобы восстановить состояние системы, используя скрытый раздел восстановления, необходимо запустить среду восстановления. Детальное видео, в котором описаны все возможные способы её запуска уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Если кратко, то, чтобы запустить среду восстановления из подработающей операционной системы, перейдите в Параметры Обновление и безопасность Восстановление Особые варианты Загрузки. Перезагрузить сейчас. Или нажмите Перезагрузка, удерживая клавишу Shift. Если операционная система по каким-то причинам не загружается, Windows 8 и 10 часто в случае отказа системы загружаться может автоматически загрузить среду восстановления. Если этого не происходит, то для её загрузки может понадобиться загрузочный диск или флешка. О том, как создать загрузочную флешку смотрите наше видео по ссылке в описании. Если говорить о ноутбуках, то у каждого производителя своя комбинация клавиш для загрузки среды восстановления или сброса системы к заводским настройкам. Достаточно нажать или удерживать её при загрузке компьютера. Все варианты сочетания клавиш в видео о сбросе ноутбуков к заводским настройкам. Ссылка также будет в описании. После того, как вы вошли в среду восстановления, выберите в ней Поиск и устранение неисправностей. Иногда этот пункт может называться Диагностика. Дополнительные параметры. Восстановление образа системы. Выбираем учётную запись. И вводим пароль пользователя. Если пароль установлен не был, просто нажимаем Продолжить. Загружается инструмент восстановления системы из образа. Как видим, система автоматически обнаружила наш скрытый раздел восстановления. Нажимаем Далее. Далее. Готово. Да. Пошёл процесс восстановления. Ждём его окончания. Восстановление системы завершено. Перезагрузить компьютер сейчас. Вот и всё. Система восстановлена из созданного нами скрытого раздела. Причём рекавери раздел на этом пока остался. И мы сможем восстановить с его помощью систему ещё раз в случае необходимости. Очень удобно. Самый настоящий раздел сброса компьютера к заводскому состоянию. Есть ещё один момент, который я бы хотел показать в этом видео. Это то, как удалить раздел восстановления или рекавери раздел системы. В принципе, если речь идёт о созданном вами вручную рекавери разделе, то здесь никаких проблем нет. Чтобы удалить его, перейдите в управление дисками, кликните правой кнопкой мыши на созданном вами рекавери разделе и выберите Удалить том. После того, как он будет удалён, на его месте образуется неразмеченная область. Кликните правой кнопкой мыши на соседнем томе и выберите Расширить том. В результате он расширится на размер неразмеченной области. А от рекавери раздела не останется и следа. Но если говорить о разделе восстановления, который создан производителем ноутбука или с помощью одной из программ от производителей устройств, как Toshiba HDD Recovery, Центр восстановления Sony Wire, HP Recovery Manager, Acer Recovery Management, Samsung Recovery Solution, Lenovo 1K Recovery и т.д., то удалить его таким образом не предоставляется возможным. Ведь перейдя в управление диском и кликнув правой кнопкой мыши по такому разделу, вы увидите только пункт меню Справка, т.е. просто удалить том не предоставляется возможным. В таком случае есть два способа удаления раздела восстановления. Первый – это удалить его во время установки Windows, или с помощью командной строки и команды Diskpart, что очень удобно, если переустанавливать операционную систему вы не намерены. Для этого, запустите командную строку от имени администратора. • Вводим Diskpart • ListDisk • Видим список наших дисков и запоминаем номер нужного • SelectDisk • И номер нашего диска • Дальше – ListPartition • Выводить список раздела выбранного диска • Убеждаемся, что вы выбрали нужный диск и запоминаем номер раздела восстановления • SelectPartition • И номер раздела восстановления • И удаляем его, введя команду DeletePartitionOverwrite • Эта команда удаляет любой раздел, пренебрегая всеми возможными ошибками или ограничениями. • Всё, наш раздел удалён • Переходим в управление дисками и убеждаемся в этом • В оставшейся вместо recovery раздела нераспределённой области можем создать новый основной раздел • Или расширить соседний • На этом всё, надеюсь данное видео будет вам полезным. Ставьте под ним лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте возникающие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.